Всем привет! Сегодня с вами я, покоритель женских сердец и главный плагиатор Стивен. Меня просто попросили сменить приветствие. Надеюсь, такое сойдет. Прошел целый год с тех пор, как я сделал обзор на Серебряного Кенши. Настало время новой жертвы моих роликов. Так как я специально выбираю не самых сильных персов, то и в этот раз далеко от темы и отдаляться не буду. И обзор мы сделаем на Девору отраву. Персонаж не самый сильный, да и в топе худших она была замечена. Но Девора все равно, как атакующий внешний мир, мне нравится. Если пройтись по самой игре, то, к сожалению, Девор немного обделили как в силе, так и в стойкости со здоровьем. Но эти минусы не особо мешают персонажу побеждать. В бою против таких гигантов, как Люкан Темный Император, Алмазная Мелина, Классический Рейден. Да, это алмазки, но суть от этого не меняется. Каждый раз я начинаю с того, что перечисляю особенности персонажа, а также демонстрирую ее спецприемы. В этот раз мы пойдем с конца. Для того, чтобы отраву сделать полноценным персом, нам потребуется две китаны. Китаны. Рецепт вроде как простой. Уверен, что многие и так догадались, что это за китаны. Первая это скорбная со стандартной, но в то же время интересной пассивкой для внешнего мира. Все представители в отряде начинаются одним очком силы. Вторая китана вышла не так давно, в октябре 16-го года, в честь празднования Дня Хэллоуина. День мертвых. Пассивная способность которой, при воскрешении противника или поражении любого персонажа, Китана и все ее напарники внешнего мира восстанавливают здоровье в течение 5 секунд. И я вам скажу, неплохо так они восстанавливают. Эти два персонажа укрепляют Девору и делают его в целом непобедимым персом с восстановлением и с персперемом 1 в начале боя. Сколько я не играл этим составом, результат был всегда один. Команда выигрывала. А Девора, как атакующий персонаж, наносила не так уж и мало урона. Теперь можно перейти к самому персу. Пассивка Девора не самая лучшая, но и не самая худшая. Вспомните того же Кана Гловореза. Основные атаки Девора наносят плюс 100% урона. За негативный эффект. Негативным эффектом может быть все что угодно, но в нашем случае это отравление. Хотя кровотечение, поджог также к ним относятся. Так как атака отравы на седьмом слиянии 50 урона не всего 25 тысяч, то понятное дело, что пассивная способность не будет лишней. Здоровье 50 тысяч, стойкость 24 тысячи. Стойкость и урон можно подкорректировать за счет экипировки, но к ней мы перейдем чуть позже. В спецприем 1 ядовитый бросок наносит 17 тысяч урона. Плюс я. Не самый сильный из спецприемов, но иногда он все-таки выручает. В частности то, что он использует на противнике негативный эффект в виде отравления. В спецприем 2 выброс насекомых является основным для Деворы. Плавная анимация. Высокий урон в 42 тысячи с крит уроном, а также отравление, которое опять же потихоньку добивает соперника. Благодаря именно этому спецприему я выигрывал большинство команд. Икс Рей. Палочная дисциплина с уроном 51 тысячу. Мало чем отличается от того же выброса насекомых. Да, есть на нем проклятие, но это не аргумент для его использования. Основой все равно остается спецприем 2, особенно если у вас прокачан талант на его восстановление. Тогда этот персонаж будет попросту неубиваемым. Экипировка стандартная. На аксессуар ставим осу-убийцу. Кстати, эта экипировка как раз таки Деворы. 45% бонуса к лечению, 30% вероятности превращения спецприемов 1-2 в неблокируемые, 20% увеличения урона врагам с кровотечением и отравлением. На броню можно поставить любую экипу с увеличением стойкости, например шляпу ветров, где при фуловой прокачке бонусом будет увеличение заряда силы на 20%. А на оружие, как бы это странно и не звучало, но молот гнева. Перечислять плюсы, которого я не буду, вы и так, я думаю, знаете. У вас сразу есть в запасе спецприем 2, урона которого достаточно, чтобы снести большую часть здоровья сопернику, а также добить его спецприемом 1 при возможности восстановления. Интересный персонаж, которого в свое время просто недооценили, да и я сам пока не прокачал ее до третьего слияния, на основном аккаунте не видел в ней ничего интересного. Хотя и был потенциал. Осталось только посмотреть на эту сборку, в воинов фракции сыграть топом не получится, но вот персами первого слияния самое то, за пару боев можно будет понять силу данной команды. И тут я понял, что нужно еще немного потрещать о чем-то, все-таки ролик в 4 минуты о персонаже таких масштабов, это как-то неправильно. На этом моменте я осознал, что это и чудо-женщине, если что, это не была оговорка. Вместо китаны День Мертвых можно втюхать другого, более правильного что ли персонажа, до появления особо на Хэллоуине. Это не кто иной, как Ермак, Повелитель Душ, будь он не ладен. Да, сам по себе персонаж старенький, но и Девора не раннего разлива. Ермак все-таки начинает с одним очком силы для представителей внешнего мира в отряде, да тут еще и Скорбная Китана, и Молот Гнева у Деворы. Не знаю как вы, но я бы посмотрел на такой отряд в действии. И последний, более-менее перс. В данный отряд это Рептилея Давида. И пассивка, конечно, подходит, но сам персонаж в отряде будет смотреться только если у вас нет ни Ермака, ни Китаны День Мертвых. А так протестить можно его. Девору можно вытащить из пака за 150 душ, она там очень частая гостья. А также приобрести в магазине за 280. Суть данного ролика выделить плюсы данного перса. Если кто-то будет спрашивать о минусах, то у нее их как для перса за такую цену нет. Кроме спецприема 1, но опять же 280 душ это не 540. Также напишите в комментариях о каких бы персонажах вы хотели бы видеть такого рода обзоры. Мне бы было интересно, а ролики такого типа нечастые, поэтому и перса хотелось бы в них видеть стоящего. Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь данный обзор вам понравился. Если вам интересна данная тема, то не забудь поставить лайк. И при достижении 2000 я записываю новый обзор о персонаже первооткрывателя. Кто это такой узнаете чуть позже. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.